Ну у нас сколько регионов по Украине, столько разных и борщей есть. Настроение аж поднимается. Вот с утра не было, вот начал готовить, всё, всё появилось, всё хорошо, настроение есть. Сколько я порезал, сколько перерезал свеколочки. Руки красные в крови, нет свеколочки. Я люблю резать, у меня хороший нож. Свинка в цирке. Всем привет, с вами Николай Люлько на своём YouTube канале. Мы у мамы дома и сегодня приготовим то, на чём я вырос, чем мама меня кормила в детстве, но с небольшими доработками. Со своим апгрейдом, я же повар, кулинар, не могу стоять на месте, всегда что-то хочется улучшать. Поэтому, друзья, пристёгивайтесь и будете смотреть сейчас, как я буду готовить красный украинский борщ. Приготовление нашего борща мы начнём с бульона. Насыщенного, классного мясного бульона. Для этого нам понадобятся ребрышки, свинка в цирке, свинка в цирке. Короче, друзья, берём свиные ребрышки, вот такие вот, ух, сало, чтобы было побольше, навар будет жирненький, то, что надо. Для борща вообще прелесть. Снимаем вот тут плёночку, если она есть. Она, скорее всего, есть. Режем. Обжариваем. И да, сейчас многие могут сказать, зачем жарить, потом варить с этого бульон, ничего хорошего с этого не выйдет. Я с этим не соглашусь. Бульон будет вариться долго, там, час-полтора. Поэтому всё с этих костей и мяса выварится. А прижаренные ребра, прижаренное сальцо, даст свою классную пряность и вкус. Аромат будет божественный. Полетели. Мясо нарезано. Дальше мы идём залазить его на сковородке. Друзья, вот мы обжарили наши ребрышки. До золотистого, такого офигенного, возбуждающего аппетит цвета. Теперь мы их отправляем в кастрюльку. Это, правда же, необычно. Все просто кидают сырое мясо, либо кости, и варят с них бульон. А мы сначала обжарили, теперь отправляем в кастрюльку. А жир, который у нас получился с этих ребрышек, мы на нём пожарим пассировочку. Поэтому будет, ух, отправляем. Водица должна быть холодная. И теперь по степени нагревания воды сок с мяса, с костей будут выходить в саму воду. И будет получаться классный, наваристый бульон. Для этого нам понадобится часа так полтора-два. А тем временем мы подготовим все остальные полуфабрикаты. То есть приготовим пассировки, нарубим капусточку. И там у нас будет второй уже интересный момент. Первый, это то, что я обжаривал ребра для нашего бульона. А второй момент, это я буду обжаривать квашеную капусту для нашего борща. Но не думайте, не только на квашеной капусте будет вариться этот борщ. Также туда будет идти и обычная классическая белокочанная капуста. Вот, друзья, погнали. Режем лучок, все нарезаем соломкой. Лучок, морковь, свеклу и готовим пассировку. Соберем наш лучок в мисочку. Лучочек нарезан. Далее. Морковка. Родненькая. Так, берем наш вот такой вот прибор, благодаря которому мы сделаем вот такие вот кольца морковные. Кружочки, не кольца, а кружочки. И дальше я из них сделаю соломку. У кого есть терка для морковки по-корейски, можно просто натереть на терку для морковки по-корейски. Вот, вот такие у нас шайбы получились. Их много. Ну, а теперь что? Берем и режем. Я люблю резать. У меня хороший нож. А у вас хороший нож? Какими вы ножами любите работать, а? Вот такая вот соломочка. Жук. Не знаю почему, но я вот очень сильно люблю, когда в борщи все соломочкой. Ну, кроме картофеля. Картофель, да, кубиком, либо же дольками. Но так, все люблю, чтобы было одинаковой соломкой. Ну, многие используют просто буряковую терку, все туда, вот так, морковь вообще кубиком. Короче, каждый рубит как попало, как ему нравится. Ну, мне нравится соломкой. Так и эстетически для меня более все красиво. Ну, на вкус это особо большой роли не играет. Вообще, друзья, я очень люблю борщ. Вот прям очень люблю борщ. Причем, что? Я его могу есть что зимой, что летом. Когда холодный, когда жарко. Когда жарко, я его просто могу с холодильничка настоявшимся достать. Не греть, вообще не надо этого делать. Туда добавить сметанки, взять кусочек хлеба и съесть как холодную летнюю окрошку. Это просто пушка. Кто так делает, а я уверен, что есть многие ребята, кто так любит, есть больше. Холодненьким, с холодильничка настоявшимся. Пишите в комментариях. Посмотрим, как нам много. Первый раз приготовил свой борщ на лабораторной в ПТУ. Ну, сейчас кто там смотрит, может громко говорить, это не ПТУ, высшее коммертийное училище. Ну, да не суть. Суть в том, что была лабораторная, и первый свой борщ я приготовил на этой лабораторной. Это был борщ вроде бы как черниговский или черкасский. Ну, у нас сколько регионов по Украине, столько разных и борщей есть. Так вот, мне на лабораторную попался то ли черниговский, то ли черкасский. И я точно помню, отличие этого борща от всех остальных, то, что туда идут яблоки. В этот борщ идут яблоки. Да, друзья. Вот, у меня там была и картошка, и были и яблоки. Кто знает, чей это борщ, какого региона, напишите мне в комментариях, чтобы восстановить свою память. Но было очень вкусно. Морковку в тарелочку. Я любитель вообще изначально всегда подготовить все, все заготовочки, полуфабрикатики. Вот. Я не знаю, хозяйки дома так делают, не делают, я просто повод. Могу даже громко сказать, профессиональный повод. Поэтому для меня в идеале сначала сделать заготовки, а потом стать и приготовить основное. Вот. Чтобы я потом никуда не отвлекался. Вот. Так. Это уже нам лишнее. Это нам не надо. Режем картошечку. Картошечку мы уже почистили. Просто кубик. Нож аж звенит по доске, когда бьет. Хороший нож. Я вам говорил, что у меня хороший нож? Размере кубика, друзья, на ваш вкус и цвет. Кому как нравится. Кто-то бочоночки вырезает. Вот я когда работал в ресторане, ресторан Велюр, я помню, мы больше там варили для продажи нашим гостям. И вот выбирали картофель. Весь вот такой, чтобы был немножко меньше, чем вот этот. Размер. Чтобы калибровали. Вот картофель, чтобы был вот такого размера. И потом вырезали ровные, четенькие бочоночки. После того, как мы сформировали четкие бочоночки одну в одну. Мы тогда четко с каждой бочоночки нарезали там 6 или 7 долек. И все дольки были одинаковые. Вот это вот у нас больше шла картошка дольками из бочоночки, в которой мы ювелирненько так. Пишите в комментариях, очень интересно, сколько вообще существует этих борщей, сколько существует этих правильных и неправильных рецептов. У каждого правильный свой. Вот просто интересно такую аналитику, анализ провести. Ну и когда будете писать в комментарии свой рецепт борща или просто о своем борще что-то, не забудьте подписаться, поставить лайк нашему видосу и обязательно нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, потому что следующее видео явно будет с маминой хаты, домашней хаты. Мы там будем готовить мясо по-французски, чтобы не пропустить обязательное колокольчик. Если вы заметили, борща мы варим немало. Приличные лучка, и морковки, свеколки. Кастрюлька у нас тоже немаленькая. А все почему? Потому что семья у нас тоже немаленькая. Тайборщ любят все, вкусный. Поэтому борща мы всегда варим много, чтобы поесть сейчас свежего, и чтобы осталось еще на завтра. Он настоится, и поедим завтрашнего борща. А он изменит свой вкус. Ой, сколько вкусов в одном борще. Режем, друзья, капусточку соломочкой. Капусточка молодая. Опа. Сейчас мы нашинкуем ее, так сказать. Смотрите, какие качанчики. Я вообще обожаю капусточку. Салат с капусточкой. Это просто мега, мега, друзья, мега. Так, соломкой. Все соломкой, длинной соломкой. Так, друзья, капусточка отправляется в тарелку и ждет своего времени. А тем временем, пока она ждет своего времени, на стол операционный. Попадает капусточка квашеная, отжатая, от сачка. Ну, вот юшечки свои. А, пахнет хорошо. Пока я в сторону. Надо хорошо капусту отжать, потому что мы ее будем обжаривать. А чем больше будет там влаги, тем хуже у нас получится ее обжарить. Вот. Дальше. Вот берем вот так вот. Формируем. Такую колбасу, что ли. Разрезаем вдоль два раза и поперек. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, вот шесть раз я разрезаю. Чтобы она была не такая длинная, чтобы она хорошо распространилась по всему борщу. И если будет не сильно длинная, будет легче обжарить. Все, сейчас мы берем вот тот жирочек, который с ребрышек остался, на сковородке. Накаляем, отправляем туда капусточку и до золотистой корочки. Бомбим капусточку, тем временем режем свеклу. Погнали! Капусточка уже на плите. Осталось только нарубить свеклу. Свеклу всегда режу в последнюю очередь, потому что досочка потом красная, надо мыть. Сами понимаете. Погнали! Свекла. Так же, как и морковка, режем соломкой. Превращаем свеклу в кольца. Ой, свекла сочная, оно аж я режу, а сок летит по сторонам. Смотрите, какая соломка. Ну, она же будет смотреться в борще, друзья. Она же будет смотреться. Помешаем нашу капусточку. О, смотрите, вот идите сюда, смотрите. Вот наша капусточка. Видно уже местами. О, вот оно. Видно, что она начинает жариться. Да, друзья, мы жарим клашеную капусту. Для кого это в диковинку? Мы ее жарим. Жарим на том жиру, что получился с ребрышек. Сколько я порезал, сколько перерезал свеколочки. Руки красные в крови, нет свеколочки. Капусточка квашеная, которая уже готова, все хорошо. Она обжарилась до идеальной румяной корочки, уменьшилась в объеме, поэтому мы ее сейчас снимаем и будем жарить нашу пассеровку с лучка и морковки. Вот такая капусточка вышла. Ароматы, друзья, просто невероятные. И эти все ароматы отправятся в одну кастрюлю к ребрам и ко всему остальному. Оно все подружится, и будет мега вкусно. Интересно, что-то вообще жарит квашеную капусту? Мм? Я да. Мы сейчас пожарим наш лучок и морковочку. Так, вот лучок, вот морковочка. А потом отдельно сделаем цвеклу с томатной пастой, с кислотой, с сахаром, с солью, совсем как полагается. О! Вот идите сюда опять и смотрите, друзья, на ближние ряды подходим. Вот она, наша сковородка. и отправляем мы сюда лучок. Свеколка жарится. Наша задача немножечко ее спосернить, она станет более вяленькая, вот, немножко даже усядется в объеме. Тогда мы добавим томатную пасту, добавим сахарку для лучшей карамелизации томатной пасты. Все это дело обжарим с томатной пастой, скарамелизируем, получим ярко, кратный, насыщенный цвет. Добавим немножечко уксуса для стабилизации этого цвета, чтобы не потерять его. Вот, обезопасим себя. Вот, зальем водичкой, приправим солью, добавим еще сахара, немножко перца, лаврушки и оставим это дело тушить. Вот так мы будем готовить пассеровку. А сейчас наблюдаем. Пассеровка готова. Мы ее протушили еще 10 минут после того, как залили водой. Тушим на маленьком огне и это обязательно, чтобы стекла и томатная паста не потеряли наш насыщенный красный цвет. Далее, забрасываем уже в готовый бульон нашу картошечку. Провариваем буквально 10 минут, чтобы она почти стала готовой, на 80%. И дальше начинаем творить. Пойдут все наши полуфабрикаты в эту кастрюлю и доводить до вкуса. Добавим столовую ложечку соли. Я отправляю туда нашу капусту обжаренную, которая была квашеная и пассеровочку с лучка и морковочки. Пусть она еще вся эта обжаренная история подружится с картофелем перед тем, как я заброшу туда просто обычную капусточку с нашим полом. И оп! наш борщ начинает набирать красок. А аромат какой пошел, друзья, не передать словами. Правда, пахнет сейчас пока что как капустничок. Кто пробовал капустничок? Кому интересный капустничок? Может быть, и снять видео на капустничок? пишите в комментариях. друзья, короче, у нас уже это самое готово, почти все готово. Я очень, очень, очень люблю борщ с фасолью и без фасоли его не представляю. Сырую фасоль я не нашел, чтобы сварить самому, но есть всегда альтернатива консервированная фасоль. Тоже неплохо на самом деле, но лучше покупать, конечно же, свежайшую, замочить ее на ночь, с утреса поставить на костер. Когда закипит, очень важно, когда закипит фасоль, нужно уменьшить огонь, чтобы она варилась на маленьком огне, тогда ее структура будет целая, гладенькая и красивая, а не вот такая вот порепанная, как вот консервированная фасолька. Вот, ну, у нас консервированная, лайфхак вы записали себе на свежую, забрасываю фасольку, опа, туда ушло, забрасываем еще, дальше идет капуста, свежая капусточка, нашинкованная, отправляем ее сюда, отправляем вот так, все, давайте помешаем всю эту красоту, ух, боже, 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 я уже говорил, да, что наш борщ набирает красок, ух, та ты шо, так, пушка, уже и запах появляется, последнее, что мы забрасываем, это пассировочка, ух, та ты шо, блин, и на этом этапе, друзья, очень важно понимать, что борщ не должен сейчас сильно кипеть, потому что потеряет весь красный насыщенный цвет, все, оставляем томиться, ингредиенты дружатся, и нам останется сейчас только довести до вкуса, после того, как оно булькнет, уже первый раз, и в процессе томления я буду его доводить до вкуса, это мой самый любимый процесс, буду доводить три момента до вкуса, соль, сахар и лимон, то есть кислота, то есть соль, с солью, сахаром и лимоном я буду доводить до вкуса свой борщ, вот, так, оставляем, пусть начинает томиться, а пока он начинает томиться, мы подготовим еще одну заправочку, которую кинем вообще в самом конце, когда все доведем, и будем убеждены в том, что наш борщ волшебный на вкус, мы натрем сейчас чесничок, друзья, чесничок, вот я подготовил горстку лаврового листа, его отправляем сюда, дальше затестим, поймем, что у нас по вкусу, по вкусу у нас он еще пока слабоват, добавим соли, обязательно соли, сахарку, кислоты пока не будем добавлять, она хорошо чувствуется, тем более, что сейчас, когда мы еще добавим соли и сахара, насыщенность соли и сахара подчеркнет саму кислоту, поэтому никогда не спешите добавлять кислоту, пока вы не выведете вкус соли как минимум, если у вас еще есть в блюде сахар, то есть сахар тоже, ну по крайней мере мне так легче, мои вкусовые рецепторы привыкли работать в такой последовательности, сначала идеально соль, от соли потом все остальное, потому что если я сейчас пока не отрегулирую соль, добавлю больше кислоты, отрегулирую себе кислоту, добавлю потом соли, так как мне надо, соль почерпнет еще больше кислоты и будет уже сильно кислый борщ или что-то там что я довожу до вкуса вот уже начинает булькать так добавим еще перчика обязательно перчика черного молотого вот так нормально не стесняюсь перчик лишний не будет так перец лавровый лист залетел немножко досолили добавили сахарку перемешиваем и еще раз пробуем то есть надо понять как мы отрегулировали вкус или нет или может еще чего-то надо добавить для меня например история доведения блюда до вкуса может иногда затянуться от 1 минуты до 10 вот то есть это не заканчивается на том что я раз попробовал добавил всего и ушел я сейчас еще раз попробую еще чего-то добавлю еще раз попробую еще чего-то добавлю еще раз попробую и так пока я не буду довольны вкусом того блюда которое довожу в данной истории это красный бодж у мамы дома напоминают и если вы еще не подписались то подпишитесь пожалуйста так пробуем уже веселей но чувствую я еще нужно добавлять соли и сахара уменьшаем огонь потому что если сейчас сильно будет кипеть мы потеряем цвет а свет для нас очень важен так еще соли еще сахарку еще перчика слабо чувствуется перчик он правда еще раскроется но я точно уверен что можно добавить еще очень важный момент чеснок я кидаю в самом конце в самом конце чтобы он не варился ни секунды ни секунды вот когда я довел до вкуса я выключаю борщ то есть снимаю его с костра и только тогда добавляю чеснок все температуры в кастрюле с борщом достаточно чтобы он прошел тепловую обработку и не скис потом но зато таким методом ароматы чеснока останутся в борще они не переварятся если чеснок проварить хотя бы минуту в кастрюле все вы потеряете весь аромат чеснока кислота норм сахар норм и еще соли видите это я уже третий раз добавляю соль третий оп не бойтесь соль соль это самая важная специя у вас на кухне самая важная она должна подчеркнуть продукт солите и пробуйте солите и пробуйте таким образом вы на своих рецепторах воспитаете вот это понимание много здесь соли или мало или уже нейтрально более соль соль должна подчеркнуть вкус продукта насытить его чтобы получить гастрономический орогат от тарелочки борща борщик уже протомился мы его доверили до вкуса он идеальный по соли сахару и кислоте кислоту мы не добавляли было достаточно кислоты самой квашеной капусты еще и для стабильности вкуса добавляю ой вкуса заговорился цвета борща добавлял уксус поэтому по кислоте насыщить все ровненько соль супер сахар отлично борщ прекрасный добавляем чесночок тушим сначала тушим все я выключил я вам говорил выключаем потом добавляем чеснок вот так вот весь чеснок туда побольше вкуснее будет все и вот теперь смотрите какой борщ получился классный вот чеснок вот мы его мешаем чтобы чесночок распространился а как все красиво ух смотрите все соломочкой все очень красиво ребрышки попадаются ух ну что же друзья больше на всю семью готов рассыпаем по тарелочкам и оцениваем первый вкус борща второй будет завтра когда он настоится немножко вот так вот ух хорошо хорошо зашло так юшечки сюда ты просто космос так есть 6 порций борща и пол кастрюли уже почти нема а все почему потому что семья у нас большая сметанки по любому сметанки борщ любит сметанку вот подготовим сметанку но сейчас сначала добавим зеленушки в тарелочку ух все добавляем сметанку вот так ух сметанки борщ готов готов борщ в гостях у мамы дома друзья готовьте используйте наши секреты рецепт рецепт будет в описании я сейчас пойду это есть все вкуснятину эту своей семьей а вы ставьте лайк видосу подписывайтесь колокольчик и в комментариях вы знаете что нужно написать какие большие вы любите и с чем и сколько вы их знаете всем пока